Всем привет, все на 10 сентября, тема нашего вебинара обновить информацию связанную с ну принципе три нас основных момент это выбор товара, Китай, страны где мы закупаем товар и запуск товара, я думаю Китай мы опустим, в принципе самая такая тема наверное не моя, потому что мы с Денисом не форвардеры, не производители тем более, не живем в Китае, то есть эту тему развить могут люди намного лучше, которые непосредственно занимаются, мы просто на аутсорс это отдаем и огромное количество людей, которые живут там нам помогает, не огромное количество, достаточно, то есть если кому надо, мы всегда контакты дадим, никаких в этом отношении проблем нет, вот мы с Денисом сегодня попытаемся донести максимально кратко, потому что не хотим вебинары больше часа проводить, вот максимально кратко два момента связанные с выбором товара и запуском, не будем касаться технических вещей, на канале достаточно много и Амза сканер показывали как можно товар выбирать, в принципе нормальная тема, для большого количества людей, единственное не советую это делать супер новичкам, потому что чтобы это делать надо сначала понимать смысл, вот мы как раз попытаемся именно смысл донести основной, куда двигаться вообще и как это делать, потому что чем ты больше этим занимаешься, тем ты проще к этому относишься, ну то есть уже опыт показывает усредненные какие-то показатели и бывает и успешно и неуспешно и как раз ты делаешь выводы почему, вот потому что очень часто мы знаем как PPC настраивать, как выбирать товар, а в конечном итоге, когда до дела доходит, думаю многие меня поддерживают в этом отношении, хватаешься за голову и ничего не получается, то есть просто вроде все правильно делаешь, а нету импрессионов, нету показов, нету кликов и все остальное, вот из-за этого мы хотим сейчас Денису на это донести, вот и потом какие-то там ответы на какие-то вопросы по этой тематике, в принципе на будущее надеюсь вопросы будут написать в мероприятиях, так будет проще отвечать просто, я наверное никогда это не делал и за это вопрос в принципе не было сидеть и в стену долбить информацию очень сложно, вот начну я, Денису меня тогда добавишь, первое я бы хотел сказать что, как бы это правильно сказать, первое мы надо понимать с чем мы работаем, мы работаем это конверсии и трафик, два самых основных таких, две основные вещи которые на амазоне, с чем мы боремся, если мы берем конверсия, это соответственно наш оффер, оффер состоит из нескольких частей, это первое продукт, естественно чем мы лучше выберем продукт, чем более правильно мы выберем продукт, соответственно тем легче нам будет стартовать, просто точка старта наша будет проще, нам будет дешевле все обходить глобально, вот невозможно для меня лично выбрать какой-то товар, потому что если мы выбираем какой-то уникальный классный интересный товар, соответственно это что-то такое из ряда вон, основная масса, ну вот сколько я людей знаю, все торгуют одним и тем же, все мы эти товары видим и очень часто, особенно новички их не видят, то есть и когда мы начинаем разговоры, вот у меня там таблица этих жирных ниш и всего остального, я говорю вот в этих товарах, вот в этом все варится там, я не знаю, 95% тех, кого я знаю, хотя вот вроде смотришь, все банально, все одно и то же, одни и те же горлик пресс и все остальное, на самом деле там вот 90-95% людей, которых я знаю, все там торгуют, вот просто кто-то находит какие-то ниши, какие-то подниши, какого-то другого цвета, какой-то там новая модель там и так далее и так далее, просто это надо вот со временем это начинаешь понимать и осязать, так сказать, соответственно, выбрали товар, к товару нам нужен фундамент, то есть первый фундамент мы заложили кирпич, это непосредственно товар, второй кирпич мы заложили, это естественно листинг, листинг должен быть оптимизирован, оптимизированный листинг, что нам дает, это такое образное название, но вкратце это достаточно просто, чтобы робот Амазона понимал, что мы продаем, если он не понимает, значит у нас будет кривой PPC и нас будут не там индексировать, нас будут не там индексировать, будет плохая конверсия, конверсия будет плохая, нас оттуда будут выкидывать, ну и так далее, вот, это будет влиять на все, потому что если мы будем конвертироваться хорошо по определенным ключам, нам соответственно будут и другие ключи нам показывать, и нас будут пробовать и здесь, и здесь, и давать нам будут больше шансов, чем у нас, если мы там футбольный мяч и будем в баскетбольном мяче индексироваться, вот это проблема, Понятно, что мы, там, я не знаю, собака, в собаках будем болтаться, но вопрос, какая порода, большая собака, маленькая собака, длинношерстная, короткошерстная и так далее. Вот, там, боевая, сторожевая, там, или еще какая-то. Вот, то есть вот эти микромоменты, они начинаются как раз от профессионализма. Классный лисинг, он как раз заключается. То есть постепенно слои снимаешь, 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 то есть все лучше, 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 лучше. И в конечном итоге, если вы обратите внимание, огромное количество лисингов, там, буллеты, я не знаю, там, пять слов, шесть, семь. Вот, на днях мне как раз там показали, как сделать, там, восемь буллетов. Ну, во-первых, в мод деталях это все находится, и у всех мод деталей разные, в разных категориях, в категориях разные. Я не знаю, то есть мне не принципиально, восемь, там, буллетов, десять буллетов будет. Для меня лично это, ну, в глобальной роли не играет. Во многих нишах, так как у меня много товаров, они абсолютно разных нишах, личных товаров, в некоторых нишах огромное количество, семантическое вот это ядро, так назовем его, огромное, просто большое. И мы, чтобы, например, PPC настроить, вот последний продукт, который мы запускали как раз Денисом и Женей, у нас, мы начинали со 120 окоса, за месяц вышли там на 20, но искусственно, потому что мы зажимаем рекламу из-за того, что нас просто 3000 взяли, мы не успеваем в AltaStock влетать, мы просто денег зарабатываем. Соответственно, если мы ориентируемся на большое количество, на огромное семантическое, естественно, будет много минусов, будет много плюсов, и там приятно работать. То есть со временем ты, соответственно, за месяц, за полтора ты это вычищаешь. Второй момент, второй момент, есть ниши, где, ну реально, вот у меня таких две ниши, особенно старых моих ниш, это просто вот три ключа, из них один дает, я не знаю, процентов 70 продаж. Просто вот 70 процентов, причем при рестартах, при там новых завозах этого товара, на другие SKU и так далее, разная, разная ситуация. Конкуренции, в принципе, вообще не меняют, вот вообще не меняют. Все одно и то же, все те же самые цены, все те же конкуренты. Ако 130 процентов, то 130 процентов. То есть это вот по многим вещам зависит, при условии, что у нас абсолютно все то же самое. То есть текст имеет значение, так же, как и товар, это правильно, куда его направить, продукт. То есть какие ниши вы реально хотите. То есть здесь не работает для меня лично, чем больше, тем лучше. Работает именно то, что нужно, вот, не более того. Следующий у нас этап идет, это, естественно, фотография. Фотографии влияют на конверсию глобально. Фотографии могут быть, ну, фотографии 3D-рендеринг там, не важно. Вот, для меня лично, что бы там ни говорили, 5 процентов 80-90, это первая фотография решает все. Вот, да, вторая, третья, четвертая там и так далее, они, конечно, очень важны, но первая решает глобально. Вот, и, соответственно, если мы с первой работаем правильно, то уже дает результат. Химичить можно по-разному. За период времени, там, какой у меня сейчас на данный момент, за два с половиной года на Амазоне, почти три уже, представление фотографий меняется, хотя вкусовщина осталась та же самая. Моя любимая фотография, это Окса, это Якобс Якобс, насколько я помню, там, ну, короче, типа этого. То есть, это самые лучшие обработанные фотографии лично для меня, на мой вкус. Вот, и я как бы в них работаю, меня они, ориентируюсь на них всегда по качеству обработки. Вот, но это, опять же, другая история. Тут много моментов, есть прозрачные продукты, есть стеклянные там, есть огромное количество всяких моментов, но упаковка, вот мы разговаривали про упаковку, там, я был просип очень много, долгое время делал базовое. Я могу сказать, что сейчас на данный момент, чем мы занимаемся, мы занимаемся улучшением подачи своего продукта, чтобы, так как у нас с отзывами, со всеми этими проблемами, мы, соответственно, работаем с упаковкой очень серьезно, чтобы при получении продукта стоило дороже, восприятие было лучше, и играем с упаковкой на самом Амазоне для того, чтобы обыграть какие-то тексты, какие-то конкурентные преимущества, которые мы не можем на первой фотографии использовать. То есть, вот название товар, классные фотографии, упаковка, настолько это различно, настолько это сложно и понять очень, так скажем, тяжело. То есть, мне за год, за полтора активных продаж мы постоянно меняем эти фотографии и видим результат. Просто это, ну, глобально фотографии влияет. И последнее – это цена. То есть, цена, если забежать немножко вперед на запуск продукта, я всегда запускаю продукт, всегда дешевле, чем конкурент. Наверное, самая дешевая у нас цена должна быть. Я понимаю, что дешевле 10 долларов очень часто нельзя упасть. То есть, там 9.99, конкуренты, бывает, и 8 баксов торгуют. Ну, вот сколько я могу уронить, за столько я продаю, мне не важно, какой доход. 50 я процентов зарабатываю, 150, там, не важно. То есть, для меня принципиально именно то, что мой товар конвертировался лучше всего, самая была большая конверсия. Почему? Есть здесь, конечно, небольшой минус, что мой товар мне воспринимали как дешевка. Вот. Ну, для этого я и делаю обалденные фотографии, желательно лучше, чем у конкурентов. Что можно делать с этим? Ну, классное фото, классная упаковка, правильные ракурсы. Бывают изменения в сете. Тоже влияет, потому что есть два подхода у меня. Это если постоянно меняется модель, это взять новинку. Если этого практически невозможно, есть классические какие-то вещи определенные, естественно, надо улучшить сет. То есть, мы должны понимать, причина покупать наш товар, она должна быть объективной. Не надеяться на что-то. То есть, вот все вот эти вещи я именно делаю для улучшения конверсии. То есть, мое предложение должно быть крутое. Естественно, я должен такие найти ниши, где я могу продавать набор. У конкурента наборы из двух частей, а у меня, например, из трех, или из четырех. Или там, я еще что-то. Кто-то добавил какой-то более дешевый набор, но он в любом случае есть. Я еще и дешевле продаю. Вот это работает почти всегда. Если меня не убивает, то есть, это всегда работает. То есть, никаких особых в этом отношении проблем, в принципе, у меня нет. После того, как там эта неделя поработает, там, я не знаю, ну, чаще всего даже и там 7-10 дней достаточно, чтобы потом поднимать цену. То есть, для меня, например, на десятый день поднять стоимость товара в два раза, это нормально. То есть, кто наши друзья, наши знакомые это знают. То есть, мы начинаем там с продукта за 10 долларов, а к концу, там, второй, третьей недели мы можем продавать уже по 20. При условии, что топовые бестселлеры какой-нибудь или какой-нибудь такой вот продукт, он торгуется, там, я не знаю, по 14 баксов, по 16, по 12. Мне это не имеет значения, то есть, я ориентируюсь на себя. Но на старте, на старте должны понимать, что нам это делать. Единственное сейчас на данный момент, для меня лично, это вот работа с отзывами. Вот эти серые грязные способы, они, конечно, неприятны, надеваться некуда. Потому что вокруг нас, если внимательно посмотреть, огромное количество таких. Потому что я не иду в ниши, у меня как бы такое почти табу, можно сказать, это где есть бренды, есть бренды всемирные, там, американские, там, амазоновские. То есть, это заведомо как бы при выборе товара я туда не пойду. Мне это неинтересно. Вот, соответственно, я рублюсь в основном с такими же, как я, неизвестными. И в таких нишах, где, ну, я не знаю, если мы возьмем там какой-нибудь телефон, мы понимаем, какие бренды. Если мы возьмем какой-нибудь фен, мы понимаем. Но если мы возьмем вентилятор, там нет брендов. Ну, да, там какие-нибудь есть такие полубренды, но уже не такое влияние бренда для меня лично. Я не пойду вентилятор покупать определенной марки обязательно. То есть, если я все-таки там телевизор, там, буду покупать, наверное, там, 3-4-5 бренда буду выбирать. И то, и, скорее всего, уже Samsung на данный момент. Если там 5-6 лет назад там Panasonic Pioneer Plasma, то сейчас там OLED, там QLED и так далее. Вот, то есть, есть моменты с телефонами еще больше, еще жестче. А каких-нибудь вентилятор или там обогреватель. Ну, да, крутых фирм полно, но они явно совсем другого швона торговой марки. Они уже не так звучны названиями. Вот. Из-за этого мы с ними бьемся именно по этим отзывам. Сейчас на данный момент для меня лично есть несколько вариантов. Есть, соответственно, мы учимся нам сейчас. Наши же ученики, вот, как из той серии, зачем вы там обучением занимаетесь. Да, вот на данный момент меня мои ученики обучают, как с этими чат-ботами работать, как Facebook-странички набивать и как набивать вот этих, действительно, американцев, у которых нет повторяющихся покупок, смежных кардин и все остальное. Это дорого, это долго, но это надо учиться. То есть, в любом случае, сейчас, чтобы выживать, нам приходится пользоваться любыми там способами, накручивая этих отзывов. Вот. Тут гордиться нечего, что есть, то есть. Ну, надо в любом случае двигаться куда-то в нужном направлении. Вот. Так что, в принципе, в этом отношении по конверсии рассказал. Денис, добавь, пожалуйста, теперь по выбору товара. И потом перейдем как раз уже, то есть, конверсия, выбор товара. Трафик – это уже запуск товара. Как раз уже по трафику. Ну, блин, ты, конечно, уже столько мы с тобой общаемся, что ты уже, в принципе, все рассказал по большому счету. Ну, тоже, да, становлюсь, как бы, я вообще такой перфекционист. Во всем стараюсь, как бы, со старта, чтобы все было хорошо. То есть, ну, полагаться на то, что потом доделаю, потом переделаю. Ну, надо со старта сразу делать все хорошо. То есть, делать хорошие. Ну, во-первых, изначально, когда мы выбираем товар, я еще обращаю внимание на семантику. То есть, ну, на будущее, да, как бы. Ну, важно понимать, что, когда вы продаете товар просто, там, например, где-то в киоске в каком-то, да, то есть, как бы, ну, семантическое ядро вам не важно. То есть, не важно, по каким запросам этот товар ищут. Для вас важна локация, то есть, где этот киоск находится. То есть, он возле метро, да, там, где миллионы людей проходят, или он где-нибудь там, в плохом каком-нибудь заводском районе, где там вообще ни одной души уже будет. Вот. А в интернете важен трафик, соответственно, как бы, люди ищут определенными поисковыми запросами. И, соответственно, чем больше вариантов найти ваш товар, то есть, как бы, много синонимов разных, много разных вариантов, много разных, там, каких-то, может быть, параметров у этого товара. Например, взять, например, Bluetooth-наушники, да, то есть, наушники, это могут быть и Airphones, и, там, и Phones, и AirBuds, то есть, как бы, вот, слово наушники даже уже, как минимум, я три символа не взял, да. И, например, беспроводные. Можно взять, там, Wireless, можно взять, Cordless, можно взять Bluetooth, можно взять слово, там, without cord. То есть, как бы, уже четыре варианта слова беспроводной, три варианта слова наушники уже комбинации много. А еще, если добавить туда большие и маленькие, там, пластиковая, металлическая душка, там, функции шумоподваления и так далее, то есть, вариантов, как могут искать ваш товар, то есть, вариантов поисковых запросов очень много. И вот, на самом деле, товары, у которых, чем больше вот этих вот вариантов, ну, реальных, не выдуманных таких от балды, а действительно, по которым люди будут искать, тем лучше. Потому что в такой нише проще конкурировать. А если вы, например, продаете, там, ну, образно, может быть, неудачный, например, ну, так, сходу, там, простой карандаш, да, скорее всего, ну, как будут искать простой карандаш? Ну, там, нужен простой карандаш. Так и будут писать простой карандаш. Там, ну, может быть, мягкость еще, там, где-то кто-то будет упоминать, цвет, может быть, этого карандаша, да, может быть, там, толщина грифа, я не знаю, может быть, влияет. Но основном будут искать простой карандаш, набор простых карандаш, карандаши для черчения. Ну и то бы. Даже я уже начинаю говорить, и уже какие-то там придумывать варианты. Чем больше этих вариантов у вашего товара, вы видите, тем лучше, тем проще его потом будет в дальнейшем продвигать. То есть тем проще будет конкурировать. Потому что абсолютно быть в топе по всем запросам, ну нереально ни один конкурент не может быть по всему абсолютно запросу в топе. Соответственно, он просто может в некоторых запросах не знать, не учесть. Соответственно, вам будет немножко легче в этой нише именно бороться другими такими же продавцами. Это вот такой момент, к которому я всегда обращаю внимание. Сложно, ну много вариантов нет этого, значит в принципе товар хороший. Если очень-очень простой поиск, то есть ограничиться буквально двумя-тремя фразами, и все, и ты больше не можешь даже представить, какие еще есть запросы, ну в будущем, например, кто уже начнет более плотно заниматься, познакомиться именно с SEO-оптимизацией, и соответственно, ну в идеале этого нужно уже знать, перед тем, как запускать эти моменты. Это помогает очень сильно именно в выборе товара. Опять же, по упаковке тоже, как бы, чем хороша упаковка. Реальный пример, продавая там товар за 2 доллара, в Китае, в Китае, которые все там продавали по 10, это просто сделать упаковку за доллар, дорогую, качественную. То есть я уже позиционировал этот товар, например, как бизнес-аксессуар, который можно как бизнес-подарок, то есть уже не стыдно в зип-пакетике, он был бы просто в зип-пакетике, или, например, в красивую упаковочку. Но опять же, там, ну такой стиль упаковки не каждому товару подойдет, но если вы можете свой товар как-то от... во-первых, отстроить именно вот красивую, классную упаковку и премиальную. Ну, понятное дело, если вы продаете какой-нибудь Дарли Пресс, наверное, не очень он пойдет в премиальную упаковку, как-то всем будет фиолетовым. Только если вы, конечно, не на подарок шеф-повару какому-нибудь. Да, шеф-панай, конечно. Так в основной массе, то есть он, ну, там, не нужен. А если вы какой-то брелок дарите, там, очки какие-то, то есть вы их подарите в красивую упаковку, ну, есть шанс, что это добавит немножко ценности этому товару. Ну, причем упаковка может стоить, там, 30, 40, там, 50 центов. Ну, доллар, как в данном случае, дорогая стоит. Цена у вас сразу на товар станет, там, на 2, на 3, на 5 долларов дороже. То есть вы вложите в доллар, сразу получаете сверху добавленную стоимость, там, 3, 4, а может быть, и 5 в каком-то случае. Еще, как вариант, Денис тоже вот это упомянул, я хотел конкретировать, может, кто-то не уловил этот момент. То есть первая фотография очень важна. И, соответственно, ну, как минимум, надо отличаться. То есть если у вас товар, например, вы ничего не нашли интересного, дизайн такой же, как у всех, ну, как минимум, либо ракурс должен быть другой, либо, например, товар с короткой. Денис, я тут хотел, извиняюсь, перебью. Пример, у меня утром в ты в голову как-то шеф-кнайф. Вот все одинаковые ножи в одинаковых бархатных черных упаковках. То есть если это уже есть, если это уже кто-то сделал, то же самое повторять – это полный бред. Да лучше уже без упаковки. Тем более, что там такого, что, ну, блин, как бы в ноже, вот для меня, например, да, если я профессионал, как бы я люблю с мясом работать, мне нож нужен хороший. В ноже мне важно, чтобы… Качество стали был. Кованый он. Качество стали хорошее. И ручка должна не скользить. Причем она не должна быть там деревянная какая-то наручную. Это же посудомоечная машина, да. У меня хороший профессиональный нож, который там обвалочный. И он не супер острый, не супер там долго сохраняет остроту. Самое главное, что он быстро правится. И он пару раз в Мусату провел, все, и он опять острый, как бритва. И он режет, никаких проблем нет. А вот эти все понты, там, керамические все эти. Понятное дело, что это больше, ну, как бы, маркетинг такой. Соответственно, не всегда вот эта вот крутая упаковка в таком товаре сыграет. Если бы это был набор ножей, там, какой-то, да, там, как в чемоданчиках, ну, да, может быть. А просто шеф нужно запихнуть в коробку, ну, блин, ну, это бред. Это не абсолютно… Ну, это потому что, да, именно по фотографии, по-первых, вы всегда ориентируетесь, должны отличаться. Отличаться. Вот это вот, как это объяснить? Вот это надо просто смотреть, вот, один видит. Ты это что открываешь, например, да, и у тебя, ну, как бы, выдача же разная может быть. Выдача, может быть, на компьютере, это там сразу много квадратиков, да, там, либо вертикально, либо они там плашками, вот. И ты, ну, вот, открыл, у человека есть там пару секунд буквально выделить из этой всей массы что-то прикольное. То есть чему-то нужно глазу зацепиться, либо какой-то яркий акцент, либо интересный ракурс. Ну, что-то должно выделять с толпой. Крупное должно быть именно яркое. И, опять же, когда ты листаешь очень быстро, ну, скроллом на телефоне, там тоже, получается, нет особо времени. Люди быстро-быстро листают, и что-то должно промелькнуть такое, чтобы прям глаз остановился. Плюс еще, чем преимущество упаковки, если она у вас хорошая, качественная, вы на ней можете нанести какие-то преимущества, ну, Денис, я говорил, вы там, какие-то фишки можете нанести, да. То, что нельзя использовать в виде значков на первоотказательном, это можно сделать на коробке. Соответственно, как бы у вас есть какая-то плюшка, да, например, там какой-нибудь наушник, которые работают, там, 50 часов. Взяли на коробке написали 50 часов, красный круг, там, яркий, все, там, два раза работают дольше, чем самые крутые наушники. И вместе с коробкой это разместили, соответственно, на коробке этот значок есть, и его видно, и как бы он, ну, сразу, во-первых, яркий акцент, то есть наушники у вас могут быть какие-нибудь, там, черненькие, либо беленькие, да, неприметные. А коробка прикольная, там, с какими-нибудь, там, молниями, яркая, там, с какими-нибудь значками, там, фри, там, бонус какой-нибудь. Да, и надо тоже понимать соответствие, если у вас часы, если у вас какие-то аксессуары, гифт какой-то серьезный, да, бархатная упаковка, золотые буквы, там, серебряный, платиновый, там, какая-нибудь веревочка. Если у вас какой-то банальный, там, я не знаю, там, какой-то дешевый прибор, ну, да, мне даже, вот, я не знаю, лейка для, там, head and shoulder, ой, show head, там, какой-нибудь, или еще что-то, не надо его упаковывать в понтовую коробку, надо в практичную упаковку. Наоборот, американцы же любят такое леповатое немножко с какими-то яркими значками, там, что-нибудь, бонус какой-нибудь внутри, там. Ну, да, да, просто тоже надо понимать соответствие, потому что есть вещи, которые у нас, может быть, здесь прокатывают, но там эта упаковка, посмотрите, как делают топы, посмотрите, как делают эти фотографии просто в гугле, там, е-мое, стили, дизайны. В магазинах посмотреть просто, там, какие-нибудь, там, Walmart. Как будто на Алиэкспресс, как будто смотрят. В интернете просто полазить, посмотреть, в общем, что, в принципе, а как позиционируют товары другие бренды. Причем очень много же таких вот правит лейбл брендов, которые вообще никому не известны, но они продают, там, миллионы долларов. Да, это очень важно, потому что несоответствие, оно тоже в глаза бросается, бураков нет. Я не собираюсь, там, я не знаю, покупать какой-нибудь продукт, ну, вот реально, шоуер-хэд. Это я, кстати, скажу, у нас был пример, у нас был пример, девочка одна выиграла дизайн, там, лампочки, делала коробочки для лампочек. И прикол был в том, что, типа, вот где непосредственно, как это называется, колба от лампочки, да, там было отверстие, и она, как бы, так, коробку исполнила таким образом, что коробка напоминала бы какое-то насекомое, там, газу, либо там, жука какого-то. И это вписывалось вот именно вместе с дизайном лампочки. Но я скажу, что дизайн был прикольный, она там получила премию какую-то международную, во всем средствам массовой информации распиарили. Ну, блин, лучше от этого эти лампочки продаваться не стали. Ну, не все продается, да, дизайн, красота. Как были топовые бренды, там, какие-нибудь Philips, там, SRAM, какие-то там, да, супер-бренды. Они как продавались там в Твиттере, так и продаются в Твиттере. Ну, я говорю, с брендами бесполка вообще, ни отзыва не поможет, ничего. Совершенно верно. Это в любом случае будете всегда заниматься. Смотреть, в какую нишу ты входишь, опять же, смотреть, нужно ли делать там премиальную упаковку, достаточно обычную, опять же, и как ты можешь отличиться от конкурентов. Если ты какой-то расходник продаешь, то от того, что ты сделаешь супер-доровую премиальную упаковку, ну, блин, вообще никак. Продаешь какие-нибудь там... Давай, Дим, что там? Да. Вот по поводу... По поводу бренда. Вот как можно понять, что это прям вот, ну, такой неяркий топовый бренд. Google, забей только так. Гугли, погугли, если он только на Амазоне продается и больше его вообще нигде не слышно, не видно, то, ну, блин, это не бренд. Как вот в стаканах, например, да, в этих, в нержавейке, есть, например, там бренды типа Yeti. Ну, ну, как бы это бренд, который вырос вот из e-commerce, там, из Амазона, eBay, там, например, как вот бренд, например... Мунчинг или как его? Мунчинг? Нет, это крутой бренд, известный... Не, ну, он, мне кажется, тоже вырос вот... Нет, это детский бренд, который... Ну, может быть, он вырос из e-commerce, но он уже достаточно раскрученный. Даже у нас в Белоруссии продается, ну, например, в Белоруссии никто не знает про Anker, например, никто не знает про этот вот Yeti, никто не знает про какой там еще есть, Арктик какой, Арктик, по-моему, да, там... Гидрофлак. Гидрофляск, да, никто про них не знает. Это вот бренды, которые... Американские. Да, потом вот, ну, много таких, а бренды это имеется в виду, там, Samsung, там, Philips, там, какой-нибудь, ну, там, если немецкий, там, Глюндик, там, какой-нибудь был, там, Фишер, когда-то, знаешь, такие вот были бренды. То есть, там, Sennheiser в наушниках, например, да, там, Boss в наушниках. Опять же, вот в наушниках, посмотри, вот, тоже есть бренд, как он называется, Beats, да, и бренд JBL. Ну, это уже, как бы, крутые, известные бренды. То есть, у них маркетинг, много денег вложено, раскрутились. Наушники так себе, посредственное говно, но, как бы, в маркетинг там вложено. Ну, оказывается, я вот разговаривал именно с музыкантами профессиональными. У них колонки JBL стоят на концертах, крупные. Я говорю, там же самые модные Marshall стоят вечно, он говорит, да ладно тебе. Это для клипов, говорит, а так вот, реально, рабочий, профессиональная техника, JBL, он говорит, самая крутая по соотношению с ИНК. Ну, это я говорю, то есть, там много нюансов, у них много линейки, из-за этого можно много чего не знать. Ну, как Алкотель, возьми, например, да, это, там, блин, в оборонке, во французской компании, которая работала радиостанцией. Телефонная шляпа, да? Как и Сименс, как и Сименс, он в своем сегменте там. Хорошо, наверное, или как Huawei, например, это вообще лидер, у нас, например, в Беларуси как лидер по продаже телефонного оборудования. То есть, ну, просто, там, гигант, мега-гигант. А, ну, потом взяли, они начали делать телефоны. Ну, понятно, сопутствующие. Понятно, не вытекающие, да. Так, давайте по вопросам. Я вот сейчас просто думал… С ними тяжело будет просто обладаться даже в плане бюджета. Есть кого еще какие-то вопросы, да, можно двинуться дальше, чтобы не затягивать. Просто я думал техническую часть показать, но, наверное, на следующий лайф перенесем, не будем на технику заходить. Какие вопросы есть по запуску, по выбору товара, конкретика, тогда мы просто ответим и двинемся дальше. Может, кто-то сейчас выбирает товары, будет выбирать новые товары, кто-то новичок, кто-то старичок, мало ли там какие-то есть сомнения или еще что-то. В чате кто-то написал. Ребята, чешкиничают чат-сервисы, которые смотрите метрики выбора товара, как правило, все новички, какие-то смотрели по e-commerce, с чего делать было нельзя, потому что он выдает фуфлэнфу. Но это вот то, что Денис говорил, что для того, чтобы вообще понять, в принципе, какие параметры важны при выборе товара, надо изначально ручками поработать. То есть BSR, смотреть, что достаточно DS-QuickU поставить. Сейчас я его сброшу. Ну, программы не надо, я скину это самое потом. У нас таблица инструментов есть, там есть все эти программы. Он, который просто показывает BSR черненьким, подсвечивает, чтобы, ну, изначально хоть как-то ориентироваться хоть на что-то. А другой вопрос, что сколько этот BSR означает в продажах, ну, тут ни один сервис дополнительной информации не даст. Потому что BSR не считается вот прям там очень точно. И вот, ну, это усредненная величина, которая там, ну, грубо говоря, постоянно пересчитывается. И получается, что у вас может быть там сегодня там 200-300 продаж, да, а потом по 2-3 продажи. И, соответственно, ситуация будет сильно искажена. То есть, как минимум, это не должен быть один товар. Вам нужно выбрать всегда, как я говорю, ребятам, вы сначала делаете беглый обзор. То есть, просто накидали себе там сотню-две товаров, просто вот, которые вам понравились, с хорошим весом, интересным. Потом уже эти товары вы можете опускаться дальше, например, смотреть, сколько они продают реально, там, в месяц, какая конкуренция, сколько отзывов, сколько отзывов, топов, продают ли новички, важный момент. Потому что, ну, вы можете зайти в нишу, да, как бы, вроде круто продают. Но это могут быть все там мастодонты, которые уже по 2-3 года продают. А новички все очень плохо продают. Новичков там Бейсара будет 50-100 тысяч. Профессионал может в такой нише побороться. Он может посмотреть, посмотреть, что эти новички, в принципе, слабенькие, как бы, а в принципе, есть там за что побороться, брендов крутых нет. Но непрофессионала вы этого не увидите. То есть вы можете сделать большую ошибку, просто зайти в такую нишу, в которой новичкам, в принципе, просто, ну, как бы, жизни не дают. И быстро вылетит. Поэтому посмотрели, новички продают, более или менее там равномерная ситуация распределена, нету явных таких лидеров, отзывов не сильно много. Бейсар там вас устраивает. Опять же, ну, в разных нишах разный уровень Бейсара будет приемлем. В какой-то нише 1000 Бейсар хорошая, а в какой-то нише и, может быть, и 500 будет мало. Вот, есть такие ниши, в которых там Бейсар вроде низкий, но там просто, в принципе, плотность продавцов маленькая, поэтому там очень легко получить низкий Бейсар. А вот еще тогда вопрос, Денис, ты вчера, нет, Ступин, слушай, ты вчера говорил, что, ну, про Бейсар показываешь, то, что там категории, Бейсар, то есть, твоя, как бы, твоё мнение по Бейсару, типа, до 10 тысяч любой продукт, или это зависит именно от продукта, там, может быть, твоим Бейсар 20 тысяч, а продажа 20 тысяч. Короче, Бейсар, если, например, товар на Амазоне уже висит долгое время на этом Бейсаре, данные точные, более-менее, ну, более точные. Если по Бейсару, то есть, висит человек, вот, видите, там, год, месяц, три месяца, вот он на одном Бейсаре, значит, более-менее ровный. Потому что Бейсар считается, там, неделя, там, месяц, я не знаю, как он считается, но смысл один это видно. То есть, если человек, предположим, так вот мы и стартуем, 7, 8, 13 дней, и видно, что по кипе, там, раз и падает резко. То есть, например, я там, надо понимать, что есть ниши, там, здоровье, Бейсар 1000 в здоровье, это будет, я не знаю, в Хомангарда, например, там, 200. То есть, есть ниши разные соотношения. Это первый момент. Второй момент, если видно, что новичок, и у него Бейсар, там, я не знаю, 2000, и он только-только к ним подошел, вполне возможно, у него по факту Бейсар, там, 800, 700 будет, там, если он удержится на этих продажах, например, там, я не знаю, 10 дней хотя бы, неделю хотя бы продержится. Ну, то есть, надо периоды смотреть. И наоборот, если человек падает, он, бывает, падает медленно. То есть, у него продажа уже соответствует Бейсару, там, более высокому, там, 3400, а ему показывают еще, там, 1800. То есть, все зависит от периода времени, просто смотрите период времени. Но это мы в частности переходим. Для выбора товара это вообще не имеет значения. Выбор товара... Кому-то очень хочется, есть такой метод, называется, 999. То есть, берете просто несколько товаров, примерно, там, ну, тем Бейсаром, который вам интересен. Например, вы смотрите, у вас целевой Бейсар 1000. Взяли там, 2-3 товара с Бейсаром 1000, да, нашли те, которые трекаются. Попробовали купить больше 1000. То есть, там, 999, ой, 999 стук, по-моему, максимально дает ОМЗМ купить. Соответственно, вы пробуете купить, там, больше 1000. И он вам не даст купить, скажет, что данного товара в наличии, там, 348. Соответственно, вы будете примерно насколько в наличии. Но, опять же, важно понимать, что товар может приходоваться, поэтому цифры могут быть некорректны. Товара может быть больше 1000 в наличии. Потом товар... На товаре может стоять лимит, и у вас будет все время одинаковое количество показать. Но, таким образом, в косвенно можно проверить вообще, в принципе, какие примерно, вот, например, с Бейсаром 1000, какие примерно продажи. То есть, вы недельку потрекали какого-то продавца, посмотрели, что у него там было 500, потом стало, например, там, 450, потом там 400. То есть, вы примерно видите, что у него там по 50 продаж в день. Ну, уже у вас какая-то картинка сформируется. Кто-то нам решил свой экран показать. Ну, в любом случае. То есть, я лично вообще не вижу вот этих моментов. Вот, любое возьмем мы обучение, консультации, все остальное. Нужно иметь общую картину. Я не выбираю товар именно товар. Я выбираю именно точку входа. То есть, сегодня, там, я не знаю, в каких-нибудь ошейниках для собак, там, шок-калор, там, бар-калор, плохая точка входа. А в апреле будет обалденно. Или, там, в мае. По какой причине? Первый сезон, естественно. Второй, естественно. То есть, до сезона мы заходим, там, в январе закупривить. Взем в феврале, там, запустимся, пока еще туда-сюда. То есть, это точка входа сезона. Есть точка входа, соответственно, конкуренции. Бывает, вот реально у меня есть много ниш, которые новичок. Вот это вот самое опасное для сейчас новичка. Это как найти первые отзывы. То есть, надо более-менее понимать, это сложно. И кого мы консультируем. То есть, мы просто говорим, сейчас уже раз туда вошли, просто как дойдем до этого, мы будем уже, там, пытаться решить эту проблему. Потому что ситуация меняется кардинально. Каждые, там, неделю, месяц, там, и так далее. Просто вспланируем. И второй момент, это вот нечестная конкуренция. Это назовем общее. Честная конкуренция, нечестная, жесткая конкуренция. Конкуренция, короче. То есть, конкуренция может быть... Первое, это внимание обращается на маржу. Если в нише очень маленькая маржа, соответственно, там, жесткая конкуренция с высокой вероятностью. И неважно, БСР большой, маленький, класс. Если я покупаю, там, ошейник, там, за 10 баксов, а его продают за 19.99. Да нафиг мне такая ниша нужна? И мы смотрим. Заходим в Кипу, смотрим, что, там, полгода назад он, там, торговал по 39.99, а сейчас по 19.99. То есть, мы смотрим, может, сезон был, может, в декабре они продавали, может, там, продаж. То есть, это вот, ну, я не знаю, как, это вот косвенные факторы, косвенные факторы, косвенные факторы. Он нигде не написан, надо и надо, ни одна программа это не сделала. Там такие же сидят люди, и чаще всего все программисты, они нихрена в продажах не разбирают. Вот, ну, вообще ничего не понимают. Второй софт, который must have, это Кипа. Вот он точно должен быть у всех. Потому что, вот, он хоть позволяет немножко в историю заглянуть, посмотреть, что было у продажа. Да, то есть, это вот самый важный инструмент. Ну, или Helium, Helium, кому нравится. Мне Kipa удобнее. Вот, то есть, Helium, Kipa, то есть, они примерно работают одинаково. То есть, вот эти все вещи, вот эти все вещи, это вот самое-самое важное. Потому что, я еще раз говорю, все продукты, вот кто бы сейчас вот здесь не сидел, ничего не говорил, единственный человеку надо подсказать, куда не надо идти. Каким там, я не знаю, там, Flirty Color там, нафиг, я мое, потому что там документами запарят, там, я не знаю. Каким-нибудь еще кучей ниш, где вот сейчас на данный момент идет супер заруба, где-то в нише просто PPC зашкаливает и все что угодно может быть. Мы вчера буквально рассматривали ситуацию, у парня вроде бы сложная ниша, но там ставки под 6 долларов. Да, да, ну у меня, у меня, у самого на старых моих товарах, то ли меня скликивают, я не знаю, то ли что. То есть, я на многих товарах там Bestart, ну, там, Акост там 20% без проблем вывожу, а на них, а на своих основных аккаунтах у меня там 200 Акост. Я ничего сделать не могу. Я думаю, что еще он мог сам себе подпортить ставки из-за того, что мог сначала жадничать где-то. Ну, понятно, но он рестарт может сделать, я уже ему сказал. Убил рекламу, убил показы и потом просто очень трудно выкарабить. Да, это вот как раз разница, это мы сейчас, когда перейдем к разделу запуск товара. Это вот очень важно, не перебздеть его. Вот это вот начинается вот это, я все знаю, тут PPC, тут автомат, мы оттуда выдергиваем, там, вот это задергиваем и запускаем, и все сталкиваются, и я сталкивался с этой проблемой. Потому что, когда недостаточно опыта, и ты не понимаешь, куда ты идешь вообще, ты в день тратишь, там, вот у меня есть товары, там, 200-300 долларов просто на раз-два, и мне приходится самому автомат, там, дергать раз в три дня, раз в четыре дня. Но я понимаю, что эти же ключи могут подтянуться, продажи, например, там, в течение, там, еще, там, трех-четырех дней, а то и недели, бывает, подтягиваются, и они уже нормальными становятся. То есть много всяких моментов, и то есть насколько ты выживаешь, так скажем, в этих условиях, и насколько ты это понимаешь, то есть насколько ты уверен даже в товарах, то есть уверенность пропадает, падает, уже на PPC начинаешь зажимать, это психология, это как покер играть, как во что угодно, то есть начинаешь суетиться, начинаешь совершать ошибки, все. Вот, и здесь… Да, и по итогу они потом намного дороже выходят. Да, и… Ну, спланируйте, Денис, согласись, это невозможно. То есть я, вот раз в два дня. Это невозможно спланировать, то есть он может быть ошибся, может быть, не ошибся, может быть, сейчас на данный момент ниша этого товара сдулась, но у него гифтовый товар, гифтовый, соответственно, он сможет спокойно его продавать в Новый год, если все нормально сделает. Я думаю, что да, распродастся по-любому. Плюс есть моменты рестартов, то есть так как мы сейчас технически чуть-чуть лучше подкованы, соответственно, можно за счет технических действий, как ты вот, например, вышел из ситуации с баном, правильно, по патентам. Да. Технически выше. То есть, в принципе, чем преимущество, вот именно, когда ты находишься в сообществе, находишься, скажем так, под каким-то грузом знаний, то есть всегда есть какие-то технические моменты, в принципе, как бы таких совсем патовых ситуаций нет, то есть всегда можно разрулить. Вопросов на это время потратишь. Совершенно верно. То есть, ну, для новичка иногда там все, капец, товар не продается, там, лонг-фторм-сторожки висят, и все, в панике весь. То есть, в принципе, как бы любая ситуация решаема. Да, и бывает просто, на самом деле, если вы там жесткой конкуренции, проще слить товар. Бывает иногда, надо просто минимизировать убытки. Или слить, да, выкинуть его, и все, дешевле будет. Просто там товары на 500 баксов, там, я не знаю, в продаже на 2000, и что? Там, ё-моё, я говорю, я отбываю на рекламу по 200 баксов в день трачу. То есть, это риски какие? Это как у меня опыт трейдинга был, когда ситуация, когда у тебя, ты заходишь, ну, там, у тебя сделка пошла в обратную сторону, соответственно, у тебя минуса, и ты, как бы, ну, новичок, он будет что делать? Он будет ждать, что цена развернется, будет доливаться, будет даже так же и, как бы, с товаром. Он будет что-то колдовать, химичить, пытаться на этом товаре все-таки заработать. А бывает иногда, если ты понял, что все, как бы, да, ну, есть старая индейская поговорка, кошель сдохла, слезь. То есть, если ты видишь, что, как бы, все, реально проблема, и, как бы, его не разрулить, лучше просто снять. Да, на консультациях больше потратишь денег на всяких отзывах, на всяких покупках, всякой фигни, реально. Из-за этого надо просто планировать чуть горизонт инвестиции, надо понимать. Так, я думаю, если есть вопросы по выбору товара, задавайте, потому что, я говорю, мы, если начнем еще технически показывать какие-то моменты, просто это затянется немерено. Так, Jungle Scout с тем же самым 999. Ну, Jungle Scout, он денег стоит просто, а типа ничего не стоит. Так, уже третий год выбираю товар. Это как раз основная часть людей. Просто тут причина же может быть большое количество. Надо понимать момент инвестиций, то есть, какими инвестициями вы обладаете. Потому что заходить на Amazon 5000 просто взял и забыл, это просто нормально. А если это последние 5000, я бы, конечно, 10 раз подумал. Вот. И если вы выбираете, потому что у вас ограниченный бюджет, правильно делаете. Риск очень высокий, потому что это высокодоходный, высокорискованный бизнес. Если у вас это, для вас это нормально, вы просто там решиться не можете. Потому что Amazon реально приносит доход, на нем можно зарабатывать. Но пока не вольешься туда, вот я еще говорю, можно, вот есть люди, которые очень много чужих товаров ведут, ими занимаются и так далее. Вот я могу сказать, один свой товар дает знаний погружения, углубления в ниши и так далее раз в 10, в 20 раз больше. И за это пока вы будете читать хоть миллион статей, самых умных, ходить на все форумы, собирать информацию, не важно, даже учиться у кого-то лично, все фигня. Я учился на компьютеры и самоучители. Самоучитель работы за компьютером. Самоучитель работы за компьютером без компьютера. Я вот вообще не понимал этого. То есть, как бы самый простой способ попробовать. Когда ты попробовал, ты запомнил сразу, не всегда. А если ты прочитаешь хоть столько книжек, и ты это реально на практике не попробовал… Да, ты просто будешь просто землю рыть, и найдешь реально, и поймешь со временем, и для каждого своя будет история, и для каждого товара. То есть, чем больше разных ниш, чем больше разных товаров, чем больше разных учеников с разными товарами, тем больше опыта. Этот опыт становится усредненным. Где-то плюс, где-то минус, где-то супер плюс. Вот мы недавно с Денисом и Женей поставили рекорд для себя. В главной нише мы опустились ниже 150 бестселлеранка. То есть, ну, я ни разу не опускался. То есть, у меня был там рекорд около 300, а это вот 150. Для меня это круто. Это при том, что как бы неизвестно, что было бы, если бы у нас хватало столько, и мы позволили бы себе дальше. Да. То есть, мы, как всегда. То есть, много удачных случаев, нет проблем запускаться. Прилепили эти отзывы там 50 штучек. У нас там прилепили, мы там 70. Вот. Все правильно сделали. Запустились. У нас работа 3-4 дня в убыток. ППС жрало 120 процентов. Потихонечку вытянули. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что удержаться очень сложно. То остатки маленькие. Сейчас мы заказали там количество. Посчитали, что завод очень долго делает. Удваиваем эту партию. И мы не знаем, сезон заканчивается в принципе. Мы не знаем там, я не знаю, забанят нас там, что-нибудь случится. Там расклеят нас там, я не знаю. Мы не успеем отзывы своих долить органических. То есть, мы не знаем, что дальше. То есть, если мы раньше заказывали там 3 тысячи, это уже много. То есть, для многих 3 тысячи на старте товара там по 4 бакса в себе стоимости. То есть, это прилично. А на самом деле, я знаю людей, которые там по 10, по 20 тысяч заказывают. Для них это прилично. То есть, а недавно мы еще там по 500, по 1000. Мы помню, в прошлом году, когда запускали товар, мы начинали с 500 штук. И тоже доходили до тех же 100 продаж. Вот. Ну, а он кончался мгновенно, как спичка сгорала. А сейчас 3 тысячи привезли, и он опять кончается. И опять мы не успеваем. Так что, это нормально. Так, вопросов я больше не вижу. Так что, по запуску, мой совет один. Это, тем более, 50к, ё-моё, я считаю, просто возьмите там. Единственное, лучше с кем-нибудь. Ну, я не знаю, но это просто вот. Я не хочу, я уже сто лет не участвую в никаких диспутах по поводу обучаться, с кем, как. Без разницы. Выбирайте кого-нибудь. Опытного продавца найдите, там, с нами, там, с кем угодно. Единственное, есть один только момент. Когда вы будете это делать с кем-то, вы определитесь, что вы с этим реальным человеком это все делали. То есть, кто вас будет обучать, кто вас будет сопровождать. Если будут какие-то помощники, какие-то непонятные видосы, или какая-то такая фигня, это все шляпа, ё-моё. Если это, соответственно, будут реальные живые люди, то есть, которые это умеют и с вами общаются, это правильно. У всех стратегии разные. Выбирайте свою лошадь, и по ней двигайтесь. Мы, кстати, тем, кто в каком-то там состоянии, там, я не знаю, бронусского движения не решился, там, не запустился, в конце я там дам, как бы, такой подарок. Я, наконец-то, я давно его обещал. Вот, мы, наконец-то, вымучили, сделали, и в конце этого вебинарчика покажем. Так, пятятка, вложите пять-десять процентов своих инвестиций во что-то. Единственное, что еще могу сказать, чуть-чуть уже опоздали. Сентябрь, пока вы там режите, если там туда-сюда, октябрь привезете, трафик в ноябре тяжело делать. Да, я бы сейчас, кто еще не определился, кто только... Ну, это прямо вот сейчас надо. Я бы не советовал, потому что, во-первых, сейчас уже, ну, грубо говоря, чтобы торговать в ноябре-декабре, нужно, чтобы товар в октябре был на складе. Тяжело, короче, то есть вам будет очень тяжело. Ну, вместо, сейчас возрастут сроки производства, возрастет стоимость доставки, и сроки приемки товара возрастут. Потому что, представьте, сейчас на четвертый квартал все везут. Профессиональных, крутых квартирцов. Да, миллион, миллион нюансов. То есть лучше... Лучше всего запускаться... Приходится там в январе, или там в конце января, или в шараленах. Мой совет, да, по запуску совет, всегда самое оптимальное время, это вот начинать вот эти все вещи двигаться. Это январь, февраль, пока раскачался... Китайцы выходят из этих, из каникулов... В конце февраля. Да, то есть это вот в основном все начинают с марта, спокойно. Потому что в январе крутые продавцы работают с китайцами, чтобы довести успех до февраля. В конце февраля крутые продавцы болтов, соков, им, соответственно, надо срочный товар. В середине марта уже успокоилось все, вот, и можно спокойно работать. То есть самое оптимальное время, естественно, для запуска любых товаров и все остальное. Естественно, в январе учитывайте, что вы будете торговать весной, весенние товары. То есть то, что к весне – это самый оптимальный вариант. Успеете за январь, потому что в декабре – жесть. То есть тут достаточно сложно будет что-то сделать, и вы чаще всего никому не интересны. Но это, я говорю, это нюансы. В любом случае, для меня на данный момент нет вообще сезона, когда запускаться не будет. Я всегда в процессе выбора такого движения, так скажем. Ну вот просто по течению идем, да и все. Что-то отваливается, что-то новое приходит. Для меня не принципиально. Я не смотрю там 25 января. У меня нет ни одного гифтового товара, ни одного праздничного товара. Вот, ну, это не стратегия даже. То есть на данный момент я не считаю себя там каким-то, ну, то есть выстроенной системой работы с Амазоном. Мне такой нет. То есть просто подходят, мы постепенно… Сейчас на данный момент мы занимаемся глобальными задачами, улучшаем свой оффер, так скажем. Вот. И так вот двигаемся, двигаемся постепенно. Так. Тест вести без ТМ. Потом брендить или лучше сразу брендить? Ну, брендить – это очень долго, надо очень в это верить. У меня сейчас две торговые марки и еще несколько категорий туда открываю. Заказал еще две торговые марки на оформление, то есть четыре торговые марки. Вот. Потихонечку это делается вообще не обязательно. Вот. И… Ну, вот так. Торговая марка сама по себе там больших преимуществ не дает. Да. С ней лучше, чем без нее, конечно, но… просто не брендированный – это вообще как бы… Ну, трэш уже просто. Я помню. Минут хайжекеров налепится и вообще ничего не докажешь. Вот. Брендировать нужно, но регистрируя торговую марку нужно, когда у тебя будет понимание, что ты определился с нишей, ты в этой нише можешь развиваться, есть какие-то хоть перспективы роста, тогда есть смысл. Потому что, ну, во-первых, торговая марка регистрируется на классы, то есть ты зарегистрировал там на резиновые тапки, а потом по итогу решил продавать лампочки или там какие-нибудь пауэрбанки. Понятное дело, что это торговая марка… Ну, тоже классы. Вот у нас классы, например, на некоторые товары сделаны, а мы запустили другие, и все равно эта торговая марка прокатывает. То есть я откидываю… С точки зрения бренд-регистри и как бы, ну, вот именно фишек Амазона – пофигу. Да, да. То есть… С точки зрения защиты, если реальный кейс будет, например, какие-то конкуренты решат зарегистрировать торговую марку и потом, ну, начнут войну противность. Понятное дело, что мы будем не защищены. Да, конечно. Но для Амазона этого хватает. Амазон устраивает. Ну, мы даже свои торговые марки просто своим знакомым, помощи, пока они не сделали. Просто кому-то это подходит, кому-то не подходит. Иногда такое происходит. Потому что разные ситуации. Все-таки торговая марка от нее хуже точно не будет. Вот. Так. Вопрос, в принципе, все понятно. Про 50К я сказал. По поводу запуска. Тоже много нюансов. Если вы товар просто заказали, он у них в наличии, и вам только налепить, и вы привезете достаточно быстро – это норма. То есть из-за этого, если у вас товар долго делается, долго везется морем, и он приедет к концу декабря – тоже норма. То есть тут нельзя сказать запускаться или не запускаться. То есть это, я говорю, желаемые вещи такие логичные, простые, мне кажется, чтобы это люди учитывали. Тут еще такой момент по кастомизации, например. Если опыта нет, потенциально… Долго все это будет. Не надо лезть в суперсложные какие-то непонятные товары, сложную кастомизацию, разработку пресс-форм, каких-то ледников. То есть, ну, как минимум, это могут себе позволить уже опытные ребята, которые, допустим, на Amazon не торговали, но у них есть опыт в e-commerce, они хорошо знают нишу, у них там были интернет-магазины, они понимают, что в этой нише они как бы что-то уже знают, можно рисковать. Но если вы вообще в e-commerce нулевой, вообще не торговали, у вас ни в магазинах не было, не понимаете, то не надо заморачиваться, лучше взять что-то простое. И кастомизация, ну, максимум это либо сет поменять, добавить что-то в набор, либо… С упаковкой, с дизайном поработать, то есть вот эти вещи. Да, это не будет вам стоить денег, и как бы в случае, если у кого-то прокола, ну, денег много не потеряешь. То есть упаковка там копейки стоит, и дизайну, разработку упаковку тоже это не очень дорого. Это не пресс-форма там за 5 тысяч долларов. Все, ладно, давай двигайся, а то у нас уже час почти прошел. Так, следующий этап, Китай пропускаем, будет востребовано, пригласим людей, которые в этом лучше нас… А еще, Денис, еще момент хотел сказать. Давай. То есть много ниш есть, в которых, ну, тут важно понимать самому, что есть сертификации, есть какие-то там… Патенты, торговые марки, опять же. Да, как бы тут тоже не надо со старта заморачиваться в очень сложные технические продукты, товары, которые могут быть потенциально опасные… Казматы, магниты… Да, из-за старта, как бы… Вообще, на самом деле, такие ниши классные тем, что там конкуренция не будет такая жесткая, потому что если есть какой-то гемор, то меньше на руку залезет новичков. Но вы, как новичок, должны понимать, что вы можете столкнуться с тем, что… ну, с проблемой, которые не решаем. То есть окажется, например, что нужна американская компания для того, чтобы торговать там определенными товарами. А окажется, что нужна какая-то сертификация, которая стоит дурных денег. Например, у вас этих денег нет, а китайцы не захотят заниматься. То есть, поэтому вот в такие ниши лучше тоже не есть. Сложные… Ну, это как раз вот именно для этого и нужные люди, которые это и подсказывают. Именно живые люди, а не видосы не подсказывают этого. Вот, что в этой ниши не надо заходить. Например, там какой-нибудь, да, там… или скребок там для чего-нибудь, там, ложку там для обуви. Понятное дело, что вряд ли там какая-то сертификация, вряд ли там какие-то испытания, нужные протоколы. Вот, а если вы какие-то БАДы везете, ну, блин, понятное дело, что нельзя просто взять из Китая там привезти БАДы и продавать их на Амазон. Все, двигаемся дальше. Запуск товара. По запуску товара это как раз мы работаем уже с конверсией. Потому что продукт-офер наш подготовили. Мы с Денисом как раз пытались донести, как работать с офером максимально дешево, без каких-либо усложнений жизни и с минимальными, опять же, вложений. Потому что на старте я не вижу смысла вкладывать большие деньги в офер. Вот, потому что если мы начинаем вкладывать, я не знаю, в торговую марку, в дизайн, в молды, во все остальное, то есть это неправильно. Надо потестить. Из-за этого надо войти в эту тематику и попробовать просто на то. Вот. Теперь работа с трафиком. Когда у нас уже продукт готов, нам надо его двигануть. Видосов было достаточно большое количество над тематикой. Сейчас на данный момент все упростилось глобально. С одной стороны, наша проблема создана. Она просто феноменальная, но это опять же, все меняется каждый год. Я уверен, через год 100% что-то поменяется. Мы на самом деле обычные продавцы, не какие-то там мега-гуру по аферизму, по всяким там вещам, связанных с Амазоном. Я вообще не вижу смысла в этом даже развиваться. Мне интересно развиваться в вещах, которые на глобальном рынке будут работать, а не на Амазоне. Вот. Но в любом случае это проблема. Но это проблема у всех. Соответственно, ее не касается, может быть, какой-то там пласт мега топов, а всех остальных это касается. Вот. У основной массы это все есть. Все эти проблемы. Соответственно, войти сейчас на рынок, ну, я не знаю, там, во сколько раз, но однозначно намного легче. Просто глобально легче, чем, например, даже год назад. И год назад у нас был разговор, как в топы продвинуться, как там на первой странице. Я не знаю сейчас зачем это делать. Мне кажется, в топы сейчас пробиться, ну, как делать нечего, если ты вкладываешь там просто в PPC. Если у тебя товар-офер классный, если ты понимаешь, что ты конкурентоспособен и твой товар, как минимум, дешевле, например, конкурента, или он лучше и дешевле, или он там, ну, я не знаю, два комплекта по цене одного, полтора комплекта по цене одного, или у него там какие-то расходники дополнительные. То есть он реально объективно лучше, у вас фотографии лучше, есть еще красивая классная коробка, то есть классно все преподнесено, то шансы очень высокие. Просто запускай PPC, в принципе, это и в трафике будет. Из-за этого на конверсию нам влияют, естественно, вот эти отзывы. Нам надо просто подогнать какое-то количество, чтобы это работало. Как это сделать? Но для новичков, которые не претендуют на какие-то великие продажи, естественно, все американцы, и мы также с Денисом посоветуем однозначно найти друзей в Америке, там, набрать этих, там, 20, там, отзывов, там, 15. Это, в принципе, будет достаточно для нормальных продаж. Классно, когда вы сможете набрать 50-100, ну, это уже таких, такое количество друзей, знакомых очень сложно найти, конечно. Здесь вот как раз прибегает к различным способам манипуляции в данный момент. Один из моментов я хотел сказать как раз таки. Ну, вы все общаетесь в соцсетях, у вас очень много знакомых, друзей, появляется сейчас, партнеров. Точно так же много групп, вот есть группа против Амазона, есть много всяких разных групп. Там, какие-нибудь безбашенные мамочки Майами, там, какие-нибудь, там, школьники, там, как чего-нибудь, там, Техаса, что-нибудь, там, куча разных групп. Ну, найдите вы группу и пообщайтесь, найдите выцепиться интересных людей, какие-нибудь сикольники, предложите им сотрудничество. Опять же, много соотечественников приехало, которые зачастую без проблем помогут и денег за это не возьмут. Просто, ну, как бы, земляку помочь, за океаном, там, ну, что-то и дело. Таких проблем. Пообщались, туда-сюда, поняли адекватный, нормальный, скажем, вот у меня бизнес, там, можно меня запускать, да, вот есть товар, надо его потеснить, надо отзывы, как бы, есть возможность там оставить. Не вопрос, давай кидай. Или, там, может, там, другу, там, предложить знакомому. Ну, откажут, так откажут, за спрос же не бьют. Ну, вот, сейчас, на данный момент, как раз, и вот эти все… На первый товар ни одного отзыва не собирал с каких-либо вот этих букв. Ну, да, то есть, для одного товара проработать, я не вижу проблем, на самом деле, и не обязательно… Всядки товара запускаются – это головная боль. Потому что это надо на поток поставить, автоматизировать, и много сразу. Да, и это уже другая тема, как бы, и, соответственно, когда технически ты подготовлен, конечно, в этом отношении чуть попроще работать, то не зашел товар, рестартнул его, так как у нас реклама подвязана к СКЮ, соответственно, осин у вас поменялся, рекламу вы не меняете, она переключается через несколько часов, как правило, чтобы это ускорить, там, какие-то изменения в рекламе сделайте, в настройках. Она еще быстрее переключится – все. И у вас по старым дрожжам, грубо говоря, идет реклама. То есть, в принципе, запуск товара достаточно простой. То есть, подготовили оффер, к нему, к этому офферу определились, чтобы у нас была лояльная ситуация, это определенное количество отзывов. Есть разные способы. Ну, на данный момент просто, я думаю, уже все в основном знают, и кто будет это видео смотреть, думаю, знают. А которые будут смотреть там через месяц, через полгода, она ситуация поменяется. То есть, мы реально ждем вариантов от Амазона. То есть, что он нам может предложить. Те предложения, которые Амазон дает, на данный момент, они не актуальны. Однозначно, как и все другие серые способы, все будет меняться. То есть, сегодня актуальны одни способы, завтра будут другие, третий. Там постоянно какие-то будут дыры находиться. Постоянно будет эта ситуация усложняться, потому что Амазон закрывает простые пути, нам приходится более сложные. И раньше, если нам за отзыв тут 4 доллара, 3, 5 долларов, то сейчас нормально за отзыв будут платить 20 долларов. Вот. То есть, чем, ну, насколько более серьезно к безопасности люди подходят и дороже платят. Вот. Насколько там безопаснее, я уж не знаю, но в любом случае надо считать затраты. Соответственно, если подготовили отзывы, то есть, подготовили в любом случае по отзывам, надо заранее готовить. Вот. Все. После этого запускаем PPC. Работа с PPC, стратегия у всех разная. Я расскажу про свою стратегию. Она достаточно простая. Попробовали много всего. Я люблю упрощать. Упростились до того, что, действительно, запускаем автомат. Чаще всего на бит в основном до 4 долларов. Вот. Как правило, рекомендованные там, в тех книжках, в которых я работаю, 2,5-3 там доллара. Редко там бывает дороже. Вот. Но у меня сил не хватает морально больше 4-х стоять. То есть, в основном я начинаю с 2-3 долларов. Много нюансов по рекламе, потому что отчетность идет заторможенная. За счет вот этих нюансов нам приходится очень много денег терять. Вот. И надо понимать, что как затраты приходят в одно время, продажи в другое время. То есть, ну, просто бардак. Соответственно, чем больше у нас выдержки, тем лучше мы получим статистику, тем лучше мы выстроим эту рекламу. Не всегда это… Здесь тут еще… Давай. Тут еще важно понимать, что одно дело как бы отчетность запозданная приходит и не обновляется. А другое дело важно понимать покупателю тоже. Он кликнул по рекламе. Не факт, что он сразу же его купил. Это только работает с товаром импульсный покупок. Представьте, что вот вы продаете какой-то там, ну, там, телефон, да? Сколько времени тратится на то, чтобы его выиграть. Так же с некоторыми товарами. Он сегодня кликнул, листал на Амазоне, кликнул на какой-то там чехол, но не готов он сейчас его купить. Он еще полазит, посмотрит, а потом на выходных взял и купил. Ну да, я говорю, то есть много-много всяких нюансов. То есть, чем дольше времени у вас реклама будет работать, тем более объективная будет статистика. Поэтому со старта, когда люди… О, у меня там сто кликов прошло, а только три покупки. Все, капец, реклама не работает, все плохо. Ну, блин. Если у тебя прошел месяц, например, и у тебя там куча кликов и только всего там десять покупок. Да, это проблема. А когда за один-два дня, это вообще не показатель. Из-за этого реклама, вот эти вот усложнения на ровном месте, что они такие вот, но они объективно такие. Вот, мы, соответственно, ищем какой-то баланс между продажами и затратами. То есть, в любом случае, определяем просто какие-то коэффициенты. Я беру коэффициент, там, примерно impression тысяча. В четыре-пять кликов я начинаю уже суетиться. Спенд я в основном гоню, если по мягкому, это два доллара. Вот, по жесткому… Нет, спенд я вообще всегда полтора доллара. То есть, выше полутора долларов я все спенды выкидываю со временем. А CTR выгоняет до 0,4 у меня, но у меня там CTR полтора процента запросто. Я не знаю, почему так. я не знаю, что у меня есть. Вот, ну, то есть, спокойно, в районе одного процента это нормально. За это вот до 0,4… Я, кстати, тоже много слышал разных там, типа, тем, что там 0,3, 0,4 хороший CTR. У меня CTR всегда плюс-минус около процента. Ну да, да, то есть… Ну, около процента, я считаю, это хороший, классный, нормальный CTR. Ну, два с половиной процента, пять процентов есть, Денис. То это даже… У меня был 8,10 процентов, но там, очевидно, скликивали, мне кажется. Нет, нет, там просто дело не в этом. Бывает и 0, когда покупает… Бывает и пар, бывает, что да. Ну, когда 0,3… Когда много продаж, я говорю. Либо товар непопулярный, либо фотка какая-то ущербная, либо показывает тебе непонятно… Я говорю про CTR в 2-3 процента, когда они являются лидерами еще приносящей продажи. Я только такой CTR смотрю, а не тем, где там кликают. Где кликают, мы, соответственно, и так выкидываем. Мне не важно, какой там CTR, я на нее не смотрю. Вот. То есть, PPC мы от этих показателей, то есть, оттолкнулись. Никакими программами я не пользуюсь. Можно пользоваться там. Есть разные программы. Можно Excel-таблицами пользоваться. Никакой, в принципе, разницы нет. Все. Работайте с PPC. Для буста этого абсолютно достаточно, если ваш листинг… Не надо проверять листинг, когда вы его залили, сразу на индексацию. Дайте ему пожить хотя бы неделю. Потому что индексация сегодня индексирует, завтра не индексирует. Соответственно, запустили эту рекламу, 3-4 дня ничего не трогаете точно. Соответственно, по PPC самый главный показатель – это аутобюджет. Если у вас мало импрешн… Ну, точнее, импрешн нет. Сначала импрешн, потом клики, потом продажи, как правило, идут. Если у вас эти показатели маленькие, вы, соответственно, должны беды поднимать. Если у вас аутобюджет, значит, вам надо поднимать бюджет, значит, вам надо работать с негативом, если уже готово. И вам надо понижать беды. То есть, вот мы вот в этих рамках, в принципе, болтаемся. Через 2-3 недели, как правило, можно уже заниматься мануалом. Можно не заниматься. Некоторые и месяц, и два гонят. Вот. Из-за этого некоторые, соответственно, там, как говорится, можно сразу там по максимуму поставить и максимум выйти. Ну, это все баланс. Невозможно просто… Денис, у нас на последнем тамаре ситуация была долгое время, что у нас автомат, лучшие показатели показывают, лучше мануалы. Ну, это я с негативом работал постепенно. То есть, есть просто… Бывают ключи. То есть, ты заходишь на третий-четвертый день и видишь, у тебя аутобюджет реально. И я уже беды подкорректировал вниз. А бюджет. То есть, мы бюджет начинаем всегда со 100 долларов. 100, 200. Я его, смотри, я его поднял до 200. Я смотрю, у меня все равно аутобюджет. Я дождался эти 3-4 дня и просто захожу в отчет и вижу просто, у меня 2-3 ключа сжирает весь бюджет. То есть, там, нет продаж или продажи, там, окос 200%. Я их удаляю. Естественно, я могу сразу бюджет убирать, потому что я в день экономлю там 50-100 долларов. Я на 200 уже аутобюджет выхожу. То есть, работаем с аутобюджетом и с тем, что… Можно работать и на автомате, если хорошо оптимизируем лесник. Да можно, можно, конечно. Если убирать всякий шлаг, то, в принципе, можно работать и на автомате. Ну, автомат, он проблемный. У него ты не можешь… Учняется, это уже отранка, это уже филировано. Да, ты не можешь автоматом регулировать определенные ключи, когда ты его должен поджать. То есть, надо работать со всем. И там, кто-то там… По-разному все… Я еще говорю, стратегий много, кто-то целые курсы по обучению проходит. Я вот две недели назад у нас по обучению просто видос один показал, как вот работать с Excel. Все, я не знаю. Набирать статистик, это работает простая математика. Даже не математика, а статистика. Ты просто берешь эти таблицы, работаешь с цифрами. Все. Все. У меня были некоторые вопросы. Я… Ну, как-то… Вроде все понятно, но вот как там… Keyword, search term, там… Broad, phrase, exact… Вот это вот, чтобы все сложилось. Структуру мне понадобилось, как минимум, там, больше полугода. Я… Второй момент. Есть моменты, у кого большой опыт с большим количеством аккаунтов. Это круто. Вот опыт, он самый бесценный. Все. Второй момент. Твои это аккаунты или чужие? Потому что со своими аккаунтами я трачу время в десятки раз больше, чем с чужими. Это тоже надо понимать. Соответственно, я вот за полгода этим занимался. И третий – это бюджет, сколько ты денег потратил, сколько ты понимаешь. Потому что одно дело, ты чужие деньги тратишь, другое дело, ты свои тратишь. Вот. И какой у тебя бюджет потраченных денег? Ну, естественно, с выхлопом. Вот. Потому что можно тратить деньги и сливать. Это как бы смысла никакого не имеет. Вот. Все. Вот это вот самый главный опыт. Все. Сколько ты денег потратил на эту рекламу? Какой добился результат? Понятно, что реклама и результат, там, двадцать процентов или какой-то другой, там, сто двадцать. У всех разные задачи. Некоторые, там, ключи двигают. Опять же, я говорю, поставил в экзакте определенный ключ, никуда не раздаешь, просто через него фигачишь. Вот. Кому что нравится? Хочешь так, хочешь так. Понятно, что он может продаваться, может не продавать. Там разные причины. И за это мы должны это понимать. Да. Но я хочу сказать, что не надо тешить себя надеждами. Если из рекламы ключ плохо продает, не надо думать, что если вы его продвинете в топ, такими серыми схемами, то он прям сразу начнет классно продавать. Уже это сигнал о том, что что-то у вас не то с продуктами структурующие. Релевантный, классный. Ну, вы понимаете, что хороший ключ, он плохо продает, но это значит, что с продуктом, значит, фотка может быть недостаточно. Ну, это при хорошем раскладе. При хорошем раскладе. Но бывает просто нечестная конкуренция. Просто скликивают. Я не знаю какие причины. Вот. Я не знаю какие причины. У меня просто есть такой опыт. Есть там товары, на которые я на фотографиях выходил бестселлеры многократно. Просто многократно. Меня банили, я не знаю там, с десяток раз. Вот. И в конечном итоге, ну, я каждый раз выходил, просто переливаюсь, завожу этот товар, запускаю, включая рекламу, попадая в топы, естественно, меня покупают, я взлетаю. И в конечном итоге дошел до такого момента, что я перестал взлетать. Естественно, я подумал, наверное, конкуренты крутые стали. Цены уронили, фото крутой стало, продукт новационный. Ё-моё, сейчас ниша стала полным говном, еще хуже стало все вообще просто ужасно. Когда мы торговали, наши бестселлеранки до 1000 доходили, то есть мы болтали, сейчас эти люди там в 2000 ели-еле, 2000-3000, и мы голову поднять не можем. То ли эти продукты вообще перестали брать, то ли там что-то происходит, то ли, ну, короче, непонятно. Логические фумы заключения у меня не хватает, я просто на паузу. Так. Я думаю, все. В принципе, какие вопросы, давайте мы ответим, если они вообще есть. И я покажу небольшой, не знаю там, как это назвать, скрытую рекламу. Так. Вопросов нет, короче. Так. Я сейчас шарскрин включаю. Шарскрин. Экран видно, да? Так. Экран видно. Что я хотел как раз вот рассказать. Рассказать я хотел о том, что мы наконец-то запустили свой сайт. Что он дает обычным пользователям, кроме нас? Дает он исключительно то, что здесь есть, во-первых, мы будем стараться все-таки работать со статьями. Думаю, будет что почитать. Посмотрите, почитайте. Для общего развития, я думаю, неплохо. Но основной это, наверное, все-таки бесплатный курс по обучению. То есть вот кто там ничего не родил. Кто родил, может быть, что-то еще. Я потому, что мы долго думали. Я не считаю, что видео записанные, они, естественно, устаревают. То есть мы будем их там обновлять постепенно. Наверное, раз в год мы их будем обновлять. Чаще, наверное, будет лень. Это честно могу сказать. Но мы стараемся давать именно базу. Все нюансы мы даем лично. Вот. Видео, понятно, что их можно скачать, их можно перекачать. И за это мы их даем бесплатно. Естественно, в курсе нашем их чуть-чуть побольше. Раза в три. Но это опять такие специфические больше вещи. Базы, база скелета вполне достаточно. Здесь сейчас на данный момент, поскольку я помню, 33 видоса. Вот. Я помню, на уровне тех знаний, которые мы получали два с половиной года назад. Да. Вот, да. То есть, в принципе, для чего это все сделано? Для того, чтобы не то, что популяризировать вообще эту тему. Но я понимаю, что… Мы старались более или менее это систематизировать. То есть, как бы, с основными какими-то моментами познакомить. То есть, вообще как что-то. То есть, в принципе, если голова на крючах есть, как бы, да, если у меня есть мысли, то этого достаточно. Да. Мы считаем этого достаточно. Да. Ну и плюс надо понимать, что это должно быть еще время, чтобы немножко где-то, как бы, ну, как это называется, в школе было самообразование. То есть, да, когда в школе тебе дают, а ты потом еще там на факультативы, на какие-то еще там где-то книжки так почитываешь. Вот тут тоже. То есть, как бы, нюансы есть, и все равно их нужно влекать. Надо мониторить ленту новостей поджек Амазон, смотреть, какие сейчас проблемы, какие актуальные вопросы, как с ними борются, решают. Потому что, понятное дело, на самые актуальные, самые проблемные моменты ни одно видео недостаточно. Это нужно, ну, жить, либо общаться с людьми, которые в этой теме варятся постоянно. То есть, этот бесплатный курс, он, в принципе, должен закрыть от и до. Мы не хотим проводить никакие интенсивные, никакие, там, я не знаю, лайт-форматы и все остальное. Просто здесь есть все. То есть, мы бы хотели просто, чтобы, если кто-то будет обращаться, кому-то будет интересно, пожалуйста, отправляйте, там есть все. Мы закрылись вопросы, чтобы к нам не обращались. Мы не хотим заниматься часовыми консультациями, не хотим этим заниматься. Мы хотим торговать на Амазоне. Мы кому-то помогаем, не в масштабном количестве, но цель одна. Есть люди, у которых нет денег, которые там, я не знаю, насклачены, там что-то там ищут и так далее. Вот, пожалуйста, пришел, взял, получил. Я считаю, для человека, который немножко прожженный, это вообще идеально. То есть, есть полная структура от начала до конца. Понятно, что сейчас на данный момент верифицировать аккаунт сложно. Что-то поменялось в пионере. То есть, когда мы эти видео списали в начале года, то в течение этого года, что-то там меняется, но это такие нюансы, микромоменты. Но именно весь посыл, от начала, там, я не знаю, выбора товара заканчивая запуском товара, там, в принципе, все есть. Вот, эти видосы, на сайте есть там блог. То есть, пишите там вопросы и все остальное. Будем отвечать также. Вот, потому что ленту в Фейсбуке не успеваешь все эти вещи. Там, как бы, будем в любом случае стараться все поддерживать. Вот, статьи будем туда закидывать интересные. По поводу курса рассказал. Смысл один. Надо кому-то поучение, обучение. Денег нет, желания нет платить. Пожалуйста, пришел, скинул свою почту. Получил этот весь курс, без каких-либо там ограничений и всего остального. Это будет достаточно для того, чтобы, в принципе, запуститься и понимать, что надо после этого сделать вот это, после этого вот это, не забыть вот это. Там, я не знаю, как сделать вот это вот так. Какие-то технические моменты. В принципе, я думаю, это должно закрыть вопрос. Я давно обещал многим, меня там спрашивали просто по этому вопросу. Мы очень долго этот сайт делали, потому что некогда на него было время тратить. Вот. мы в этом деле, так скажем, не специалисты, но надо доделать уже раз хотели. Что добавляй, Денис? Я думаю, если есть вопросы, ответим. В принципе, можно заканчивать. Я еще пару минут хотел сказать еще тоже. Я, с позволения Дениса, рекламирую немножко свое мероприятие. У нас 12-13 октября будет проходить в Минске метап. Мы уже второй раз проводим. У нас формат такой мероприятия понравился. Потом проводил Денис. Там ребята помогали в Москве. То есть, что это такое вообще? Это мероприятие, на котором собираются практики, по каким-то спецификам делают доклады, но это не какие-то там непонятные ребята из интернета, которые там основали компанию в Китае и стали резко блогерами. Это серьезные действительно предприниматели, как кто-то очень там большие обороты, маленькие, но каждый специалист в своей отрасли. И основная цель этого мероприятия – это нетворкинг. То есть, я уже понял, что много разных мероприятий посетил, что основная информация, именно вот самые интересные, самые классные вещи, они появляются именно за вот таким информальным общением, как по кушке пива, по чашке кофе, кому как нравится. Появляются новые друзья, знакомые, новые сферы, опять же, появляются новые направления, партнеры, инвесторы. Это очень ценно. И поэтому, кому интересно это данное мероприятие, приглашаю в МИД 12-12 октября. В принципе, постоянно посты делаем, кто будет, что будет, какой формат. То есть, постоянно обновляем информацию. То есть, кому интересно, ну, найти несложно информацию об этом. Ну, и вообще, как бы, рекомендую тех, кто как-то где-то в изоляции находится, если не в больших городах, объединяйтесь, копируйтесь с другими продавцами, общайтесь, встречайтесь. Это не тот вид бизнеса, в котором надо, нашел тему и сиди тихонько никому не показывай. То есть, это тот вид бизнеса, где нужно постоянно общаться, постоянно нужно дожать мозги в тонусе, потому что одни фишки работают, завтра они уже перестали работать. Почему, как Денис сказал, мы обучаем, почему мы консультируем, потому что я всего не знаю, и Денис всего не знает. У меня появилась какая-то проблема, мы решаем сообща, оп, нашли решение. Ко мне обратился какой-нибудь продавец с проблемой, с которой я не сталкивался. Мы ее сообща решили, я разобрался, я ему помог, и я получил для себя знать. Поэтому, чем больше вы общаетесь, тем больше вы находитесь в этой выпусковке, тем больше у вас шансов на успех. Абсолютно согласен, потому что все меняется так быстро, что отреагировать невозможно. В одних нишах уже изменился интерфейс, уже изменились какие-то правила игры, в других нишах этого нет. Где-то так, где-то этак, и ты начинаешь уже ловить тренды, куда вообще Амазон двигается, потому что очень часто те действия, которые происходят на Амазоне, они логически не поддаются никакому объяснению, просто. Я сегодня настраивал в Фейсбуке рекламу, какие-то новые поля появились, какие-то новые возможности, там с мессенджером какая-то увязка за рекламу в мессенджер, много разных фишек появилось. Я понятия не имею, что это такое, но нужно идти с кем-то общаться, обсуждать. Ну да, и как раз для этого все эти мероприятия собираем. Формат, в принципе, понятен. Я в прошлом году был, всем советую. до новых встреч. А, кстати, что там по вопросам есть что-нибудь? Нет? Раз, два, три, четыре, пять. Ну думаю, можно тогда закрываться. Всем большое спасибо, успехов. До свидания. Ссылочки все будут в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok